дизайн с вами рассмотрим самом конце у нас еще с вами есть отображение через меню чтобы вы знали если мы перейдем с вами меню нажмем создать тип пункта нажмем выбрать то у нас здесь появляется видите вкладка в меню диджей тапс после установки компонента давайте ее рассмотрим если я выбираю диджей тапс сразу два выбора вид аккордеон или вид вкладок на ваш выбор давайте возьмем вид вкладок здесь напишем то есть название меню то бы по сути пока не важно что мы здесь напишем это просто чтобы вы понимали где это будет отображаться на сайте тип мы с вами выбрали начальный элемент начальные элемента вкладок аккордеона не трогаем здесь принципе ничего мы не трогаем переходим настройки вкладок и здесь уже знакомые для вас параметры выбор группы выбираем группу из наших созданных ранее вкладок групп точнее в компоненте диджей тапс выберите тему также мы можем прямо здесь из готовых тем это элементы дизайна вкладок выбрать здесь оставим по умолчанию автоматического воспроизведения пауза для вас это уже знакомо это для видео количество строк триггер вкладок нажатие на видение то есть здесь уже все вам знакомо дальше параметры ссылки это уже все что относится глобальных настроек меню параметра страницы метод данные привязка модулей это все глобально мы не рассматриваем это не касается табов нажимаем сохранить перейдем на сайт обновимся вот наше меню здесь сбоку вы видите добавился пункт меню табы если я сюда кликаю то вот отображается наша группа полностью все что мы с вами ранее сделали все это здесь выводится еще в пункте меню теперь давайте рассмотрим дизайн либо мы переходим темы и видим уже готовые темы 4 из них вы видите их выше их редактировать нельзя остальные темы можно редактировать или создавать свои соответственно если перейдем новая тема откроется страница по создании своей темы соответственно темы по умолчанию black черные orange оранжевый green зеленая blue голубой и такие же цвета кастомные до который мы можем редактировать то есть там где можем поставить птичку напротив тот шаблон мы можем редактировать то есть там птичку нажимаем изменить можем изменить заголовок состояние опубликовано случайно да нет и самое интересное это настройка цветов то есть соответственно здесь мы можем настраивать под себя либо вот здесь вот есть такая птичка если кликаем туда смотреть автоматически везде меняются цвета еще раз кликаем все меняется и чтобы лучше понимать какие поля за что отвечает если нам нужно настроить индивидуальную свою тему то есть как выбрать тему отображение именно цветовую гамму для табов вы знаете да я вам уже показывал это может быть модуль диджей тапс и выбрать темы здесь то есть наша созданная тема она появится здесь если мы создадим и также в пункте меню если мы выводим то бы через меню там тоже можно выбрать тему это понятно теперь более детально про темы давайте пройдемся по цветам то есть и сразу на создадим свою тему нажимаем новая тема назову ее моя тема здесь больше ничего не трогаю перехожу стилизация ширина этап с высота принципе мы это не трогаем то стоит по умолчанию цвета у нас уже заданы но давайте пройдемся по ним tab scolor то есть этот цвет самого таба давайте я возьму какой-нибудь насыщенный зеленый то есть просто кликаем по цвету можем мышка двигать вот здесь ползуночек и двигать еще вот этот ползунок насыщенность яркость актив tab color то есть когда tab активен когда мы на кликнули какой будет цвет но если это ярко-зеленый пускай это будет прям желтый я сейчас абсолютно не отталкиваюсь от какого-то дизайнерского вида взгляда как это должно выглядеть сейчас просто я показываю как это работает и я настроил только две опции чтобы вам просто наглядно показать сохранить закрыть мы создали вот она внизу моя тема смотрите что мы делаем мы идем сразу в модуле проверим как это работает перехожу в созданную ранее модуль дизель этап с темы и проверяем список сам внизу моя тема если надо поднять наверх также ее можно поднять наверх кто-то моя тема чтобы в списке вот здесь она была наверху выбираю моя тема сохранить и барабанная дробь обновляем страницу вы видите вот они основные вкладки что вы понимали сразу где этот цвет вкладки зеленые и активное желтые вот я клику на следующую вкладку она активная естественно и она желтая сразу читать далее у нас тоже желтым цветом естественно текст там не видно потому что мы с вами еще до суда не дошли мы с вами его очень настроили соответственно дальше вы уже понимаете как это работает теперь я лишь пройдусь по названием так как это не переведено на русский что за что отвечает можно тему вот просто так же стрелочка видите поднять наверх заходим внутрь стилизация другие опции смотрите вот как раз таки этап и сразу наглядно вот здесь будем сейчас смотреть так как у нас выбрана наша тема tab title color этот цвет текста таба хорошо будет смотреться если я выберу черный и актив tab title color это на активном табе цвет текста соответственно активно у нас желтая давайте попробуем сделать красное сохранить сразу обновляем страницу так как у нас уже тема выбрана и видите сразу отчетливо видно на желтых черное на активных желтых я сделал красное именно название возвращаемся в стилизацию дальше панел color панель то есть цвет панели белый это наша вот этот панель как где у нас все отображается смотрите я возьму нежно нежно вот уходя вот сюда ниже видите можно сделать прям едва желтый цвет и актив панел color активная панель какого цвета пускай чуть желтее сохранить я немного ошибся а это имеется ввиду вот эти вот панели не не вот эти вот белые области где у нас расположен контент а панель имеется ввиду это вот эти вот аккордеона сами то есть вот они свернуты если она активно на желтые соответственно кто же панели относится ниже два цвета панел title color то есть текст на панели какого цвета пускай будет фиолетового и активная тайтл то есть активная цвет текста на этой панели пускай будет вот такого цвета сохранить идем на сайт обновляем да но тайтла у нас тут нет поэтому мы сейчас здесь не видим вот на этих активных панелях тайтл у нас скрыт если отображение даты у нас выводится цвет даты здесь выбираем мы дату не выводили дальше идут опции панел бордер стайлс то есть это получается рамка для вкладок для аккордеона соли сплошная но нет там двойная и так далее давайте попробуем двойная и также ниже активная то есть активная вкладка рамка тоже какая будет она давайте поставим нет и сразу ниже опции для этой рамки бордер чтобы ее хорошо было видно давайте возьмем зеленые также актив бордер возьмем какой-то такой цвет и сохранимся посмотрим что получается идем на сайт обновляемся а видно рамка у нас появилась напротив наших вот вкладок такая зеленая соответственно я его сделал сейчас едва видно пунктиром такой точкой это если мы в стилях выберем вот здесь вот вот этот вариант вы все эти варианты не знаете вам придется пройтись тут по каждому и сохраниться чтобы посмотреть какая рамка будет дальше смена цвета вот видите для этих вот квадратиков там где стрелочка ведь тут зеленая у нас она стрелка белая который свернут и вот я сделал их фиолетовыми если раскрываем она становится зеленая соответственно это вот этот вариант вот он я сделал фиолетовым и они фиолетовые именно свернуты вот эти вкладки и соответственно то что вот она зеленая на активном это ниже то есть смотрите я беру например какой желтую сохраняемся иду на сайт обновляюсь вот а их не видно потому что видите желтый я сделал а сама подложка она тоже желтая вот сейчас их видно эти квадратики я думаю понятно где это настраивается дальше можно сделать скругленные края tabs border радиус давайте попробуем поставить 20 сохранить идем на сайт обновляемся обратите внимание что у нас вот эти вкладки все теперь к закругленными краями если вам по дизайну это подходит можно сделать это было для вкладок также радиус можно сделать и для аккордеона давайте попробуем поставим 20 также пикселей сохраняемся обновляемся на статье 3 у меня аккордеон вот вы видите да они у нас скругленные идут по углам соответственно если вы хотите скруги скруглить края у вот этой кнопочки которые находятся у аккордеона видите вот этот фиолетовый они круглый сейчас я им выставил радиус это у нас вот эта опция я выставил 50 и они стали полностью круглый дальше имидж border радиус скругление углов у картинки я так полагаю что это будет воздействовать на картинку если мы вставим ее правильно то есть здесь на обычную картинку как я вам показывал это не действует дальше последнее актив контент color этот цвет для контента по крайней мере для текста который используется вот здесь статья вот видите то есть внизу развернута статья это обычный текст в самой статье а это в самом аккордеоне вы видите да что цвет поменялся на желтый именно текста таким образом вы теперь сможете использовать под свои нужды настроить под себя замечательный компонент диджей тапс на этом уроке про компонент диджей тапс закончены надеюсь вам все было понятно и понравилось увидимся в следующих видео